добрый вечер приветствуем всех к нам присоединился в этот день мы сразу же сегодня без особых предисловий займемся продолжим наше обсуждение займемся текстом первой маковейской книги и сегодня то что мы будем говорить это снова некий переход не сказал бы из одной эпохи в другую но по крайней мере есть некое качественное изменение наступает новый период кончается период правления ионатана хасмане и власть перейдет к его старшему брату симону который симону или шимону который собственно и является родоначальником будущей хасманийской династии именно его сын юханан геркан де-факто в общем будет являться едва ли не царем не де юре но де-факто мысли в каком-то смысле играет на руку ионатану потому что он может как бы маневрировать между этими двумя силами более того как в прошлый раз мы как бы были внутри такой интермедии юнатан заручился поддержкой римлян и спартанцев вот и это как бы дало ему некоторое ощущение собственной силы но сейчас увидим все не столь гладко а мы сейчас я открою открою тот файл который который мы читаем сейчас одну минутку сейчас вы его увидите так я надеюсь что вы видите текст да вот мы находимся в двадцать четвертом стихе главы 12 где рассказывается о тех сложностях с которыми сталкивается ионатан и услышал ионатан что возвратились военачальники деметрия с большим войском нежели прежде чтобы воевать против него и вышел из иерусалима и встретил их в стране амафитской и дал им времени войти в страну его значит что это за страна амафитская или амифити да что гречески это страна на юге ливан это местность на юге ливана и тогда получается что вообще ионатан вместе со своим войском ну сделал такой хороший марш бросок километров примерно на триста и послал соглядатая встанных которые возвратившись объявили ему что они готовятся напасть на них в эту ночь поэтому когда зашло солнце ионатан приказал своим бодрствовать быть вооружение готовится к сражению всю ночь и восставил вокруг стана передовых стражей и услышали неприятели что ионатан со своими приготовился к сражению и устрашились и затрепетали сердцем своими зажегшие огни в стане своем ушли ионатан же и бывшие с ним не знали о том до утра ибо видели горящие огни свое время подобную же тактику использовал иуда маковей когда сражался с войском бакхида он тоже снялся из лагеря там горели огни греки думали что он со своим войском находится там а их там на самом деле не было погнался ионатан за ними но не настиг их потому что они перешли реку элиферу значит река элифер опять-таки находится на территории на территории южного южного ливана она уже упоминалась в 11 главе и часть части географических названий которые используют который использует первом маковейская книга мы не можем отождествить но некоторые можем да значит вот в частности эта река элифер она находится между берутом и триполи тогда он ионатан обратился на арабов называемых завидеями поразил их и взял добычу их значит а что это за арабы которые называются которые называются завидеями или забадеями мы не знаем больше они эта народность нигде не упоминается вот судя по всему эти это какие-то арабские племена поскольку мы читали перед этим что арабы поддержали претензии деметрия на трон и фактически убили александра балу ионатан который воюет сейчас деметрием возможно поэтому собственно и напал на арабов поразил их как тут сказано и взял и взял их добычу потом возвратившись пришел в дамаск и прошел по всей той стране а симон его брат шимон вышел и прошел до ашкелона и ближайших крепостей обратился в иопию то есть яфы и овладел ею а то есть постепенно они фактически как мы уже и говорили расширяют границы земли израиля симон на побережье и ионатан на севере ибо он услышал что ее пьяни хотят сдать крепость войскам деметрий поставил там стражу чтобы охранять и и ионатан же возвратился в иерусалим созвал старейшим народа советовался стиме чтобы построить укрепости в иудеи укрепить иерусалим возвысить стены иерусалима воздвигнуть высокую стену между крепостью и городом под крепостью предразумевается все та же акра или хакра которая по прежнему в которой по прежнему находится враждебный хасманеем гарнизон так чтобы она была особой не было бы в ней ни купли ни продажи то есть иными словами осада акры когда собрались устроить город и дошли до стены у потока с восточной стороны значит судя по всему подразумевается поток кедрон там там как сказано ионатан строить так называемую хафинату или хафинафу значит тоже неизвестно что это за постройка очевидно что постройка которая должна укрепить иерусалим возможно подступать храму даются разные этимологии этого термина хафинафа в частности связывается с ивритским хасин крепкий то есть чтоб типа города убежища укрепленной крепости асимов он построил адиду в сефиле сефила это на самом деле ивритская швила то есть прибрежная низменность адида или хадид это место которое будет упомянуто и далее тоже точно не отождествлено и укрепил ворота и забор до сих пор все вроде бы благоприятное между тем как бы селевкинская держава реально трифон как мы знаем не смог распространить свое свое влияние на всю месопотамию и скорее носила символический характер а возложить на себя венец и поднять руку на царя антиоха то есть иными словами трифон который воцарил фактически воцарил антиоха это же самый трифон собирается убить сына александра бал а мы уже говорили что исходя из описания первой маковецкой книги трифона характеризует абсолютная политическая беспринципность он приходит на ту сторону которая приносит ему личные выгоды и жажда добиться единоличной власти а мы знаем что судя по всему он таки убил малолетнего антиоха шестого но он опасался как бы не воспрепятствовал ему юнатан и не начал против него войну поэтому он искал случая чтобы взять юнатана и убить и поднявшись пошел в сан то есть бейт шаан и так трифон выступил из антиохи в сторону бейт шаан и вышел юнатан навстречу ему 40 тысячами избранных мужей готовых битве и пришел в бейт шаан значит по реакции трифона мы понимаем что войско юнатана представляют сейчас реальную военную силу когда трифон увидел что юнатан идет с многочисленным войском то поправился поднять на него руки и принял его с честью и представил во всем друзьям своим дал ему подарки приказал войскам своим повиноваться ему как себе самому мы увидим сейчас что это была ловушка ловушка которая стоила юнатану сначала свободы а затем и жизнь потом сказал юнатану на чего ты утруждаешь весь этот народ когда не предстоит нам войны и так отпусти их теперь домой для себя же избери немногих мужей которые были бы с тобой пойдем со мною в талимаиду то есть ваку и я передам ее тебе и другие крепости остальные войска и всех заведующих сборами и потом возвращусь ибо для этого я и нахожусь здесь видимо как бы на гребне своих успехов юнатан потерял осторожность или бдительность и и это это привело в конечном счете трагедии к тому что фактически как я уже и сказал юнатан юнатан бежал был взят был взят в плен и находился в заложниках а потом был убит и я поверил ему юнатан и сделал так как он сказал и отпустил войска и войска и они отправились землю иудейскую собой же оставил три тысячи мужей из которых 2000 оставил галилеи тысячи же отправилась ним то есть фактически армии не осталось а возможно это напоминает нам что-то вполне современное потому что сегодня военные специалисты которые как бы пытаются проанализировать то что произошло с израилем за последние годы отмечают как раз нечто подобное резкое сокращение армии на последние десятилетия которое было продиктована ну такой как бы к ослепи ослепляющей концепции войны больше не будет реальной поэтому нами не нужно держать большую армию и можно сократить том числе сократить резервистов фактически та же самая вещь излагается здесь трифону удается обмануть юнатана словами что войны больше не будет юнатан сокращает армию остается с маленьким числом людей и чем это кончается как скоро вошел юнатан в талимаиду талимаиде они заперли ворота и схватили его и всех вошедших с ним убили мечом то есть юнатана оказывается в плену тогда трифон послал войско и конницу в галилею и на великую равнину значит то что за на самом деле как бы правильный перевод не великая равнина а большая равнина значит которая возможно подразумевается эмик израэль значит долина израэль трудно сказать точно чтобы истребить всех бывших с юнатаном но они услышал что юнатан схвачен и погиб и бывшие с ним ободрили друг друга и вышли густым строем готовые сразиться на самом деле утверждение что юнатан погиб преждевременно мы увидим что на самом деле он находился в заложниках и увидели преследующие что дело идет о жизни и возвратились назад то есть при том что сам юнатан схвачен все равно вследствие тех побед которые были одержаны им за последнее время как бы имидж иудейской армии таков что одним своим появлением она вызывает отступление врага они все благополучно пришли в землю иудейскую и оплакивали юнатана и бывших с ними были в большом страхе и весь израиль плакал горьким плачем это описание на самом деле носит такой как бы всеми библейский характер потому что это умирает или погибает государственный деятель большой то описывается плач всего израиля так описывается плач израиля по муше так описывается кстати плач израиля по шауру который погиб на горах грибо и как бы заканчивается эта глава такими словами тогда все окрестные народы искали истребить их и поговорили теперь нет у них начальника и поборника и так будем теперь воевать против них и истребим из следы людей память их ну во первых это это сейчас принято вот в эти дни в синагогах читать восемьдесят третий псалом и в данном случае нашем стихе есть алюзия как раз на стихе из этого псалма там говорится о народах о врагах израиля я цитирую то что написано они сказали пойдемте и уничтожим их как народ и не будет больше имя израиля вспоминаться а истребимы среды людей памяти как сказано здесь там описывается некий совет народов некоторые соединения разных народов которые нападают на израиль с тем чтобы убить их впоследствии этот псалом был творчестве переосмыслен и послужил своего рода основой для создания представления о оба малеке который собирает вокруг себя народы с тем чтобы напасть на израиль мы как раз вот читали буквально вот в этот шаббат историю о том как амалек атаковал израиль в пустыне и история и буду сейчас повторять ее во всех подробностях но напомню что заканчивается она очень очень торжественным образом бог клянется что у него будет вести войну с амалеком вечно его память память будет стерта из-под небесной причем не очень понятно собственно почему из-за чего именно с амалеком у бога такие суровые счеты и и дворим добавляется некоторая деталь текст который мы читаем непосредственно перед куримом субботу перед куримом там говорится помни что сделал тебе амалек и частности говорится о том что он напал на слабых станет поют как бы постепенно в лоне еврейской традиции фигура амалека вырастает до совершенно чудовищных размеров и в раввинистической традиции утверждается что единственной целью существования амалека является ненависть желание уничтожить израиль вследствие такой абсолютно иррациональной ненависти к нему а из амалек как некий антипод израиль есть много разных мидрашей которые изображают вот эту страшную ненависть амалека к израилю не буду как бы сопоставлять то что 7 октября сделал хамас но напомню только один мидраш согласно которому амалекитяне отлавливали еврейских мужчин и как там сказано было но это такое довольно неясное на самом деле выражение но они как бы обрубали обрубали то место где был было сделано обрезание подбрасывали этот кусок плоти в небеса и говорили возьми бог обращаясь богу израиля возьми то что тебе принадлежит а вот такое изощренное издевательство имеющая теологическую подоплеку а продиктованная слепой ненависть теперь один из мидрашей которые на самом деле появляется впервые не в раввинистической литературе не в литературе хазар а еще до этого у его славя говорит о том что амалек собрал вокруг себя разные народы и сказал им мы должны уничтожить израиль на что те сомневаясь ответили но вот сейчас не произошли такие чудеса они перешли море египетская армия была потоплена как же мы можем выйти против них на что олег говорит следующее согласно вот это я мидрашу я начну сейчас воевать с ними и если я преуспею то тогда нападут на нас все это тогда то тогда на вступайте войну на сказывает славе эта история рассказывается в раввинистическом медраше и в основе этой истории лежит тот псалом который я процитировал потому что там говорится как раз о том что народы собираются вместе и устраивают совет они устроили совет против народа твоего против сокровенных твоих и дальше перечисляются эти народы среди которых появляется и амалек он прочно не стоит здесь первым в этом псалме и нет псалом не дает никакой индикации что амалек стоит во голове заговора это уже некий шаг который делает последующая толковательная традиция но так или иначе создается некий ну как сказать что лишь танцы или как бы вот мотив да как делается попытка уничтожить израиль есть ненавистник который как бы делает первый шаг и вслед за ним и к нему тогда присоединяются окрестные народы которые жаждут уничтожить израиль и истребить из среды людей память об израиле и если израиль не дает адекватный ответ тому самому ненавистнику который наносит первый удар но тогда народ израиля оказывается перед серьезной опасность мидраж сравнивает амалека с камнем который был брошен в горячую кипящую ванну на который тем самым кипящая ванна израиль но на в другом варианте это пёс который прыгает в эту кипящую ванну и как бы сам обжигается но показывает другим что можно туда прыгнуть мы увидим сейчас что как раз случае маковейской истории нашелся человек который смог дать адекватный отпор мы все надеемся что и современном израиле я не знаю если такой человек на сегодняшний день что он по крайней мере найдется а который сможет дать адекватный отпор ненавистник здесь таким человеком является старший брат йонатана симон а и вот здесь мы собственно говоря переходим почти переходим в новую эпоху она будет официально заявлено в середине тринадцатой главы но здесь как бы начало услышал симон что трифон собрал большое войско чтобы идти в землю иудейскую и разорить ее и и видя что народ страхи и трепети зашел в иерусалим и собрал народ народ в растерянности и симон да он лишился вождя симон который до сих пор занимался только прибрежной низменностью теперь берет бразды правления в свои руки и ободряя говорил им вы сами знаете сколько я и братья мои и дом отца моего сделали ради этих законов и святыми знаете войны и угнетения какие мы испытали то есть симон симон говорит не произносит некую ободряющую речь наподобие той которую произнес иуда перед своей гибелью потому и погибли все братья мои за израиля и остался я один погибли четверо четверо братьев инота погибли и лазар погиб иуда погиб йоан йоханан и вот теперь последний ионатан симон убежден в том что он мертв самом деле мы увидим что он еще не погиб он еще жив ионатан потому и погибли все братья мои за израиля и остался я один и ныне да не будет того чтобы я стал щадить жизнь мою во все время угнетения ибо я не лучший братьев но буду мстить за народ мой и за святилище и за жены за детей наших ибо соединились все народы чтобы истребить нас истребить нас такое довольно нейтральное слово избрано по неприятности на самом деле греческие тексты используют здесь более сильное слово которое можно перевести словом вражда по вражде своей они хотят нас уничтожить я буду мстить за народ мои засветилища как бы симон симон готов принять на себя эту ответственность и результат не замедлил сказаться и воспламенился дух народа как только услышал он такие слова и отвечали громким голосом и сказали ты наш вождь на место иуды ионатана брата твоего веди нашу войну и что ты не скажешь нам мы все сделаем это немножко немножко напоминает то что народ израиля говорит танахи иошуа 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 и говорит так же точно как слушали мы моша так мы будем слушать тебя только пусть будет господь бог твой с тобой как он был с моша и в каком-то смысле я напрямую автор первой маковейской книги этого не говорит но ощущение такое что он опять воссоздает здесь как бы вот этот эту библейскую ситуацию как мы и говорили он делает это гораздо реже в истории описания правления ионатана и шимона чем он делал во время описания матитьяу и иуды тогда собрал симон всех мужей ратных и поспешил окончить стены иерусалима и со всех сторон укрепил его потом послал ионатана сына овшалома и с ним достаточное число войска и опию то есть яфа и выгнал бывших с ней и остался там между тем а постепенно происходит сближение между тем трифон поднялся из талимаиды то есть с око с многочисленным войском чтобы войти в землю иудейскую и был с ними ионатан под стражу симон этого пока не знаю симон же расположил стан при от диде напротив равнины это та самая адида про которую мы только что прочли что симон установил ее на адида или хадида и находится в прибрежной низменности когда трифон узнал что симон заступил место ионатана брата своего и намеревается вступить в сражение с ним то послал к нему послов за серебро которым брат твой ионатан задолжал царской казне понадобенность тем какие он имел мы удержали то есть он фактически говорит что ионатан является его заложником итак пришли тебе сто талантов серебра и в заложенке двух сыновей его чтобы он был отпущен не отложился от нас и мы отпустим его про какие задолженности говорит здесь трифон сказать трудно потому что и деметрий и антиох которого судя по всему трифон убил скепил на трон простили все долги ионатану это было заявлено официальных письмах но понятно что здесь это и служит просто предлогом для того чтобы оказать психологическое давление на симон вот теперь смотрите что происходит симон понимал что они говорят с ним коварно но послал серебро и детей чтобы не навлечь большой ненависти от народа который сказал бы от того что я не послал ему серебра и детей ионатан погиб и так послал детей сто талантов но трифон обманул и не отпустил ионатан очень трудно читая сейчас эти стихи не как бы не почувствовать связи с реальной действительности которая нас сегодня окружает с одной стороны симон шимон поступил так как сегодня этих людей можно понять требует часть народа главным образом значительная часть семей залог израильских заложников пленников пленников в газе требует немедленно согласиться на любую сделку и удовлетворить все требования хамаса дабы освободить заложников и симон сделал это ради своего брата но результат к сожалению был совсем не тот на который он может быть рассчитывал а может быть и нет потому что как он как тут говорится он понимал что они говорят с ним коварно вот результат когда ты пытаешься договориться с с человеком которого нет никаких моральных ориентиров ни стыда ни совести результат может быть таков что ты сделаешь все что от тебя зависит но не добьешься желаемого результата трифон не отпустил ее на тана и более того как мы сейчас увидим вот что он сделал после этого трифон пошел чтобы пойти в страну и разорить ее пошел и пошел окольным путем на как тут сказано Дору судя по всему имеется в виду город упоминаемый в книге хроника Дорайн это город который находится на юге иудеи но его маневром все время мешал симонс со своим войском которые следовали за ним повсюду куда он не шел бывшие же в крепости то есть в Ахрии в Иерусалиме послали к трифону послов чтобы побудить его прийти к ним через пустыню и прислать им сисных припасов и приготовил трифон всю свою конницу чтобы идти в ту же ночь но был очень большой снег то есть это зима и он не пошел по причине снега а поднявшись отправился в Галаад то есть Гелад на северо-восток когда же приблизился к Васкаме значит мы не знаем что такое это Васкаме или Баскаме но поскольку речь идет о Геладе то видимо какие-то места близкие к Галанам то есть к северу от Кенерафи и там он умертвил Йонатана и там же Йонатан был похоронен то есть все попытки Симона освободить Йонатана к сожалению ничему не привели ни попытки переговоров ни попытки вырвать Йонатан из рук Симона мы конечно надеемся что не таков будет результат в случае сегодняшних заложников которых кого можно смогут все-таки освободить скорее всего военным путем а не путем переговоров с Хамасом Рифон так и не добившись своего уходит свою землю а Симон послал и взял кости Йонатана брата своего и похоронил их в Мудине в городе отцов своих значит любопытно что и здесь возможно содержится некий намек на некий намек на библейские на библейские истории в предыдущей главе было упомянуто что Рифон прибыл в Бейт-Шаан здесь правда он убивает Йонатана не в Бейт-Шаане а в северо-восточнее но любопытно что согласно первой книге Шмуэля именно в Бейт-Шаан были перенесены останки Шауля и его сыновей и оттуда 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 они были забраны с тем чтобы с тем чтобы похоронить с честью с тем чтобы похоронить с честью Шауля да жители Явешгильада как там сказано они проникли в туда где находились останки Шауля и его сыновей и перевезли перевезли их перевезли их из Бейт-Шаана на территорию Израиля и похоронили да вот Симон делает нечто подобное хоронит своего брата и в Мадиине городом правда Мадиин можно назвать тогда только условно Мадиин это фактически скорее деревня чем город которая в самом деле находится недалеко недалеко от современного современного Мадиина вот и здесь еще раз упоминается оплакивание оплакивал его весь Израиль горьким плачем и сокрушались о нем многие дни как бы здесь немножко нарастает это в предыдущем месте было сказано все люди все люди Ионатана плакали Ионатана и те кто был с ним и и плакал весь Израиль горьким плачем здесь плакал Израиль горьким плачем многие дни Симон же как сказано воздвиг памятник над гробницей отца своего и братьев своих чтобы он был хорошо виден из тесаного камня с передней и задней стороны и поставил на нем семь пирамид одну против другой отцу и матери и четырем братьям очевидно эти пирамиды как предполагается историками стояли в дворе да по три в каждом значит шесть из них это пирамиды которые ну как такие надгробные памятники да посвященные Матитьяу его жене чьи имя нам неизвестны иудею Натане или Азару и Йоханану а седьмая видимо была воздвигнута самим Шимоном да как бы он поставил ее для себя самого значит этот памятник очень подробно описывается Иосифом Флавием в иудейских древностях в иудейских древностях здесь как бы есть тоже его описание чуть менее подробное тут сказано сделал на них на этих пирамидах искусные украшения поставив вокруг высокие столбы а на столбах полное вооружение на вечную память и подле оружие изваянные корабли так чтобы они были видимо всеми плавающим по морю это на самом деле довольно странно потому что все таки Мудиин по крайней мере на 30 километров отстоит отстоит от моря да то есть как бы каким именно образом каким именно образом с моря могли видеть могли видеть этот эти памятники на самом деле не ясно это как бы некоторая загадка это причем опять же флавий говорит о том что их они были видны с моря он еще описывает какое-то очень хитроумное устройство дверей этой усыпальнице подобной тем дверям которые есть в усыпальнице царицы Елены идиобены в Иерусалиме вот ну в общем как бы мы на самом деле не знаем не знаем насколько это реалистическое описание потому что памятники эти в таком виде не сохранились кроме того мы знаем что космонии флотом не обладали никаких морских побед не одерживали но видимо это был такой принятый эллинистический символ победы да вот установить такие грандиозные монументы на всеобщее обозрение на суше и на море может быть это как то символизировало претензию Симона на будущую власть не только над сушей но и над но и над морем вот ну в общем памятник этот был упомянут упомянут еще в четвертом веке церковным писателем евсевием кейсарийским вот но как бы собственно это и все да потому что мы ничего от этой ничего от этой былой ничего от этой былой красоты не осталось вот но в самом случае археологи считают что остатки этих памятников этого памятника находится в таком месте Хорвадх Агарди недалеко от арабской деревни Альмидия которая сохраняет память от древнего названия Мудин а вот этот надгробный памятник который сделан в Мудине стоит до сего дня а вот это выражение до сего дня с одной стороны возможно носит как бы чисто информативный характер автор первой макалитской книги констатирует что этот памятник по-прежнему существует а возможно он и здесь копирует библейский библейский стиль где часто говорится о том что вот такое-то начинание такое-то сооружение такой-то памятник стоит до сегодня в тридцать первом стихе уже напрямую рассказывается о том как Трифон убил царя Антиоха Трифон с коварством отправился в путь с юным царем Антиохом и убил его и воцарился вместо него и возложил на себя на себя венец Азии и произвел великое поражение на земле значит или скорее великое бедствие всей земле потому что в конечном счете правление Трифона было крайне неблагоприятным для населения селевкидской державы но тем более что двоевластие продолжается Трифон находится в Антиохе в это время в приморском порте селевкид находится Деметрий второй Симон строил крепости в Иудее укрепляя их высокими башнями и большими стенами воротами и запорами и складывал в крепостях съестные запасы потом он избрал мужей послал царю Деметрию просить чтобы он сделал облегчение стройне ибо все деяния Трифона были грабительские и послал ему царь Деметрий ответ на эти слова и написал такое письмо тот самый Деметрий который враждовал до сих пор с Ионатаном теперь видит для себя пользу в союзе с Шимоном против Трифона и пишет царь Деметрию Симону первосвященнику и другу царей то есть фактически он как бы официально признает право Симона наследовать своему брату и быть первосвященником другу царей и старейшинами народу иудейскому радоваться золотой венец и пальмовую ветвь посланную вами мы получили да это как бы был такой признак того что не просто союз а часть некоторой вассальной зависимости признание права царя Деметрия на власть сам Симон царем не является он является первосвященником он посылает как бы некие атрибуты царской власти Деметрию и готовы заключить с вами полный мир и написать заведующим сбором чтобы отпустил вам дань и все что вы постановили о вас да будет неизменной крепости которую вы построили пусть принадлежат вам прощаем вам также неумышленные проступки ваши до сего дня он намекает на то что Йонатан поддерживал Александра Балласа и венечный сбор который платить вы обязаны если другое что взимаемо было в Иерусалиме более не будет взиматься то есть такой типичный опять же стандартный набор благ которые были в предыдущих письмах царей если найдутся из вас способные быть вписанными в число состоящих пленаз пусть записывается это будет между нами мир то есть он готов брать иудеев в качестве наемников свою армию что является прецедентным разрешением и как говорится здесь то есть для для автора первой мяковейской книги вот здесь он как бы декларирует начало начало новой эпохи да это 142 141 годы 170 год по по селефкидской по македонскому это исчислению то есть это видимо где-то 142 год до новой эры снято игоязычников с Израиля да вот он видит в начале правления Симона новую эпоху когда все иудея не только де-факто но и де-юро становится свободной и народ израильский в переписке и договорах начал писать первого года при Симоне великом первосвященнике вождей правители иудеев то есть любопытно что здесь такое странное обозначение великий первосвященник так и в евреческом тексте то есть как бы такое удвоение первосвященник это собственно говоря перевод с ивритского либо коэн-гадоль либо коэн-рош то есть то ли было написано на иврите коэн-рош-гадоль то ли что-то в этом духе такое как бы нагромождение эпитетов а Симон великий первосвященник вождь то есть военный вождь и правитель и правители иудеи вот как бы начинается своего рода новая эра мы прочтем сейчас в заключение в заключение текст который по поводу которого есть расхождение в разных версиях по одной версии речь идет о Газе по другой версии речь идет о Гезере Гезер город который находится недалеко от филистей но все-таки северо-восточнее Газы который был враждебно настроен по отношению к иудеям как бы население население было смешанное в основном эллинизированное на самом деле помимо прочего проблема с тем что с упоминанием Газа стоит в том что уже было рассказано о том как Симон захватил Газов то есть по всей видимости все-таки более правильная версия это Гезер также читает и Иосиф Лавий и он рассказывает и он рассказывает в это время Симон сделал нападение на Гезер судя по всему окружил его войском устроил осадные машины и придвинул их к городу разбил одну башню и овладел ею а бывшие на машине вскочили в город и произошло в городе великое смятение значит машина это судя по всему имеется ввиду осадная машина значит типа башни на колесах с калапультами и сторонами и взошли граждане с женами и детьми на стену раздрав одежды свои громко взывали умоляя Симона дать им помилование и говорили поступи с нами не по злым делам нашим но по милости твоей фраза на самом деле такая довольно странная потому что она повторяет библейскую фразу она используется по отношению к богу когда народ израиля просит бога чтобы он поступил с израилем не по делам злым нашим а по милости твоей и умилосердился над ними симон и не сражался с ними а только выгнал их из города очистил дома в которых находились идолы и так вошел в город со словословиями и благословениями и выбросил из него все нечистое и поселил там мужей соблюдающих закон и укрепил его и устроил в нем для себя жилище как бы я опять же сегодня трудно действительно удержаться от всяких аналогий и не пытаясь навязать как бы то ни было свое видение только напомню что сегодня это обсужд как бы вот накануне как раз вчера это обсуждалось во время некоего собрания конференции в которых участвовали в том числе довольно немалое количество министров израильского правительства с требованием не просто уничтожить Хамас а восстановить еврейские поселения в Гази по крайней мере там где находился Бушкатив ну вот насколько это реально трудно сказать вот есть внутри народа Израиля противники такого плана есть сторонники но во всяком случае прецедент был и этот прецедент мы видим здесь вот это ровно то что сделал Симон понимая что видимо таким способом в самом деле можно добиться того что война прекратится он не просто заставил врагов капитулировать а создал там еврейское присутствие а тут это еще все связано с борьбой с язычеством впоследствии сын Симона Йоханан Геркан будет продолжать действовать в том же духе не все его действия такого рода приведут к позитивным результатам и более поздние поколения в чем-то найдут найдут среди этих его деяний и те которые заслуживают осуждения в частности например насильственный гиюр навязанный идумеем вот но это уже отдельная история которую мы сейчас касаться не будем во всяком случае говорится маосея вот симан либанимы то что принцип сформулированный еще в средние века вот это в каком-то смысле может быть действительно деяния отцов в данном случае сима наваковея являются определенным знаком для сыновей то есть для современного Израиля заканчивая это как неким знаком вопроса и выражаю надежду по крайней мере на то что первая часть этого проекта именно полная капитуляция и изгнание врагов будет осуществлена сегодня вот здесь я поставлю точку и значит можно задать вопросы высказать свои замечания если есть вопрос пожалуйста вот пожалуйста есть вопросы если вопросов нет мы сегодня здесь как я уже искал поставим точку вот замечу только что действительно чем больше вчитываешь такого рода тексты тем больше понимаешь что они достаточно релевантны для сегодняшнего дня сегодняшних событий с которыми мы сталкиваемся и становятся еще более понятным насущная необходимость эти тексты изучать я благодарю вас за внимание и тогда до следующей встречи Saw кто присоединяются